Привет, друзья! Как дела? Итак, сегодня, как я и обещал, мы продолжаем изучать местоимение other. Сегодня речь пойдет о том, как использовать данное местоимение в качестве существительного. В качестве существительного. Итак, в чем разница между существительным и прилагательным? Прилагательное всегда требует после себя существительное. Большая машина. В данном случае у нас местоимение само будет выступать в роли существительного. Допустим. И на самом деле разница не такая большая, не такая существенная, просто немножко структура предложения будет меняться. Допустим, возьмем вам такую фразу. You gave me one glove, where is the other? Ты дал мне одну перчатку, где другая? Так как у нас перчатки всего две, то в данном случае мы используем артикль определенный, потому что если у нас есть одна перчатка, вторая, это вполне определенная перчатка. И вот у нас пример как раз. You gave me one glove, where is the other? Ты дал мне одну перчатку, где другая? И в данном случае вот это the other выступает в роли существительного. То есть мы могли бы сказать, where is the other glove, где другая перчатка? Тогда бы слово другая было бы прилагательным. А здесь оно выступает в роль существительного, так как после него уже больше ничего нет. You gave me one glove, where is the other? Ты дал мне одну перчатку, где другая? Так что у нас то же самое будет, если будет неопределенный артикль перед местоимением other. Допустим. I gave you one reason to study English. Do you need another? I gave you one reason to study English. Я дал тебе одну причину изучать английский язык. Do you need another? То есть нужна ли тебе еще другая причина? Do you need another? Часто в данном случае, когда another будет существительным, у нас прибавляется слово another one. I gave you one reason to study English. Do you need another one? Нужна ли тебе другая причина? То есть, как заметите, разница с предыдущим вариантом использования местоимения other, the other, либо another в том, что в данном случае после этого местоимения уже отсутствует другое существительное. То есть, мы не повторяем то слово, которое было уже использовано. Также, еще одной особенностью является то, что так как данное местоимение будет использоваться в роли существительного, оно может принимать на себя множественное число и использоваться, соответственно, с окончанием s. Others, другие. Допустим. You too stay in class. Others can go. То есть, вы двое остаетесь в классе, другие могут идти. You too stay in class. Others can go. Другие. То есть, множественное число, в том случае, когда у нас это есть местоимение вступает в роли существительного, у нас появляется окончание s во множественном числе. То есть, you too stay in class. Other students can go. То есть, other students, у нас там множественное число у слова студенты. Other students can go. То есть, вы двое остываетесь, другие студенты могут идти. Но если данное местоимение уже само будет существительным, то окончание s в множественном числе прибавляем к нему. You too stay in class. Others can go. Others can go. Вот такая небольшая особенность. То есть, используйте данное местоимение other так, как вам угодно. То есть, в каких-то случаях вы можете повторить. I bought one car, but I think I need another car. То есть, я купил одну машину, но думаю, что мне нужна другая машина, другой автомобиль. То есть, мы можем повторить. But I think I need another car. Ну, можно так и сказать, I bought one car, but I think I need another. Или бы another one. В данном случае, another будет выступать в роли существительного. Так как после него уже нет никакого другого существительного. То есть, если у нас идет местомение other с ним, за ним дальше существительное, то other выступает в роли прилагательного. Если other само по себе существительного, то на этом у нас все и заканчивается. Вот такая особенность использования местоимения other. So, do you need another example? Вам нужен другой пример? Okay, I gave you some examples, so here are others. Я дал некоторые примеры. Вот еще какие-то примеры. Еще несколько других примеров. Here are others. Вот другие, да, вы можете на числе использовать в данном случае выражение. I gave you some examples, here are others. Вот другие примеры. Допустим. I see only one hand of yours, where is the other? Я вижу только одну твою руку, где другая? I see only one hand of yours, where is the other? Где другая? Here is it. Here it is, actually. То есть используйте данный, хоть все, сумбурный урок, да? Не подготовился? Ужас! What kind of teacher are you? Что ты заучил? Anyway, I hope you... If you have any questions, just ask them. Don't hesitate. Ask as many questions as you want. Итак, если у вас есть вопросы, задавайте их. Не сомневайтесь, не колеблитесь. Просто задавайте вопросы, с удовольствием отвечу. Because I'm your teacher. I hope you like my video lesson. If so, press like. And if not, who cares? Find another teacher. See you later, guys. Bye.